В руках у Владимира Келлина 5 актов приема-передачи. Они же товарные чеки. Каждый на сумму почти 10 тысяч рублей. Супруга Владимира Ида на такую сумму купила цифровое реле контроля напряжения. 5 штук. Красная цена в интернет-магазинах 700 рублей. Доверчивым пенсионерам продали за 9 990. Торговцы представились инспекторами электрохозяйства. Они зашли, вставили какой-то прибор в розетку и сказали, что у вас неправильная электроэнергия. Может взорваться и холодильник, и телевизор, и так далее. Для того, чтобы этого не было, вам нужно предохранительное реле. Ида Келлина решила, что это бесплатно. И дала добро на установку. Таким макаром эти инспекторы установили 5 реле в квартире. Притом даже в розетку, которой никто не пользуется. За диваном. И выписали 5 товарных чеков на общую сумму почти в 50 тысяч рублей. Она 20 тысяч своих отдала. Пенсия была 16-го у нее. 20 тысяч моих. И на лекарства она оставляла остальные. Когда пенсионерка опомнилась, продавцов уже и след простыл. Как выяснила счета пенсионеров, в тот же день предприимчивые гости пробежались по соседним квартирам. Оформили еще пару-тройку товарных чеков. И пропали. Владимир и Ида подали заявление в полицию. На момент съемки сюжета правоохранители заявку зарегистрировали. Начали проверку. Юристы говорят, что первый шаг супруги сделали верный. Параллельно, что нужно сделать покупателю, это обратиться к продавцу с претензией в соответствии с законом Российской Федерации 1992 года о защите прав потребителей. В данной претензии необходимо указать о своем намерении расторгнуть договор, так как он был заключен под влиянием обмана. Заявить требование о возврате оплаченных денежных средств, неустойке и компенсации морального вреда. Претензию нужно направить по юридическому адресу, указанному в договоре. Если фирма откажет, то можно обращаться в суд с исковым заявлением о защите прав потребителей. Семья Келлиных применила другую методику. Послали заказное письмо в организацию. Любой ответ, говорят, уже документ для суда. Но все упирается в другой важный вопрос. Реально ли вернуть деньги? Вопрос о взыскании денежных средств, он решается в порядке исполнительного производства. Если у данной фирмы на расчетном счете деньги есть, то судебный пристав-исполнитель взыщет деньги и переведет их покупателю. Если таких средств нет, то исполнительное производство будет окончено без реального исполнения. Как говорят юристы, обычно подобными продажами промышляют фирмы-однодневки. Открылись на месяц, продали, что нужно, закрылись. Сейчас вот такие цифровые реле продает фирма из Москвы. Расположено в этом здании. Проезд электродный 16. ООО «Энерготехбезопасность» зарегистрировано в конце 2018 года. Рейтинг организации указан как низкий. Вкладка риски помечена красным восклицательным знаком. Однако представители «Энерготехбезопасности» говорят, что деньги вернуть готовы. Якобы даже возвращают. «В товарном чеке указан адрес для корреспонденции, абонентский ящик, номер 43, индекс 10904. Пожалуйста, письмо с претензией. В течение 14 рабочих дней с момента продажи отправляйте. Юридический отдел рассмотрит ваши пенсии, но и сделает уже возврат». Сотрудница добавила, что вернуть деньги, дескать, вполне реально. Якобы в 90% случаев. Эту статистику проверить мы не можем. А то, что можем, модели самих цифровых реле. И что продали их пенсионерам с полутора тысячной процентной накруткой. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, МВД России по Рязанской области рекомендуют не впускать неизвестных в свое жилище. Тщательно проверять документы сотрудников жилинспекции и иных коммунальных служб. Уже на момент написания материала с нами вновь связался Владимир Кейлин. Сообщил, что полиция в возбуждении уголовного дела отказала. Причина, говорит пенсионер, фирма находится не в Рязани. И правда, придется теперь добиваться только через суд. Мы будем следить за развитием ситуации. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.